Дорогие братья и сестры, салам алейкум. Мы снова на утреннем намазе, на фаджре, в мечети с нашим дорогим хазратом. И я предлагаю каждому из вас поздравить нашего хазрата. У него родился сын, буквально на днях он вот, буквально вот привез его домой. Назвали? Абдуллах. Абдуллах, маща Аллах. Пусть Аллах Всевышний благословит нашего хазрата во всем, что он ему дарует. Дорогой хазрат, сегодня мы хотели поговорить о приближающемся месяце Рамадана. Осталось буквально несколько дней. И вот в ситуации, когда большинство людей сейчас занято мирским, большинство людей, вот их сердца просто в смятении в каком-то из-за надвигающегося кризиса. Как нашим братьям и сестрам настроиться на правильное поклонение в месяц Рамадан, чтобы с максимальной пользой его провести? Бис-баллах, ма-йман ахайбулах, саламу аляну в бинне, и мухаммад, и алейхима, и сахами в жмакиня, и саламу алейкум. Ахтубллагу и даракату, уважаемые братья и сестры, уважаемые чеохруснан. Поздравляю тебя. Ахамдуллах, просим Всевышнего Аллаха, чтобы дал нам возможность дожить на месяце Рамадана. Осталось уже так неделя до месяца Рамадана. Сколько наши братья, у кого-то родственники и так далее, желали дожить до этого месяца, но они не дожили. Поэтому, сахабы, до того, как наступал месяц Рамадан, полгода просили в Аллаху Субхану Атеалию, Аллаху надолегу на Рамадан. Аллах, да и невозможность дожить до месяца Рамадана. Когда он проходил, полгода просили, Аллаху да каббаль меня Рамадан, Аллах примет нас Рамадан. И это указывает на то, что, Шейх Руслан, уважаемые братья и сестры, то, что Рамадан в фиге назая, в фиге л-аджра адым, в фиге рахна. Потому что Рамадан это тот месяц, который не похож на другие месяцы. Это тот месяц, который наполнен милостью Аллаху Субхану Атеалию, прощением грехов, спасением от огня, наказанием ада. Поэтому они так сильно желали дожить до этого месяца. Во-первых, хотелось бы, много мы часто слышим, как поститься правильно, то есть, какую пищу принимать на ифтар, чем лучше разговляться, то, что нужно днем поспать. Это все, аль-хамду-ла, хорошо, но эти вещи связаны больше с телом. И мы понимаем, что пост вместе с Рамаданом, вообще пост, это не диета, а это поклонение душевное, духовное поклонение Аллаху Субхану Атеалию. Это не просто голодовка, где ты голодаешь и скидываешь свой вес. Нет, а именно ты поклоняешься, потому что суть поста в чем? Как Аллах Субхану Атеалий сказал, О верующие, предписан вам пост, подобный тому, как был предписан тем, которые были до вас. Здесь Аллах Субхану Атеалий указывает, чтобы мы не боялись. То есть не бойтесь, что не пропаститесь. Не вы первый народ, не вы не первая умма, которая была предписана. До вас были, я предписал, и они пропастились. Потом вы, Субхану Атеалия, ля'алля ком тат-такву. Для чего? Может быть, вы будете богобоязнен. Аллах Субхану Атеалий сказал, поистине вы будете богобоязнен. Может быть. Может быть, да, может быть, нет. Кто-то будет, а кто-то нет. И здесь, вот что мы понимаем, что вот эта богобоязнен, именно где находится богобоязненность, в сердце, как-то. Мухаммад сказал на сердце, сказал, а та-таква, аа-таква, аауна, богобоязненность, она здесь, богобоязненность, она здесь. Получается, из этого мы понимаем, Аллах Субхану Атеалий предписал нам пост, для того, чтобы мы голодали. Как в хадите сказано, то, кто не оставит плохие скверные слова, действия вместе с этими словами, То нет у Аллаха нужды в том, чтобы он наставил еду или питье. То есть не в этом получается смысл поста, чтобы ты голодал. А в чем, может быть, вы станете богобоязнен? То есть, может быть, мы изменимся? Это такая школа, это такой университет Рамадана, где человек воспитывается, где в тот месяц, который Аллах не спасал, Кур'ан, через призму Кур'ана мы живем, размышляем, не только постимся, но также это месяц Кур'ана, также как месяц поста. И вот эти хадисы, они нас подбодрят правильно пропаститься, правильно подойти к поклонению в этом месяце. Например, у посещающегося человека есть две радости. Фархатун инда фитр, первая радость, когда он разговаривается. То есть первая, это когда, мы говорим, намаз, остается пять минут, мы все собираемся в мечети, слышим, как мы Адзин говорим, Аллаху Акбару, Аллаху Акбару, мы с первым Адзарем берем фильм, и мы радуемся. Это не та радость, как Руслан, вы знаете, братья и сестры, что сейчас мы наедимся. Нет, хуже-то не хочется, желудок сузился во время Рамадана. Пить-то тоже такой уже, жажды нет. А именно некая непонятная такая радость, то, что, аль-хабдалля, мы пропастились в этот день. И вторая радость, как ученые говорят, вторая радость из первой радости, когда мы придем на праздник, мы благодарим Аллаха, что смогли пропаститься в этом месте, поклоняясь Аллаху. Вторая, более великая милость, когда мы встретимся с нашим Аллахом, с нашим Господу миров, тот день, когда не поможет ни динар, ни дирхан, только благие деяния будут и плохие дела. И мы увидим свой пост. В хадисе сказано, Один день пропастился, если человек ради Аллаха отдалился от наказаня до насилия. И мы увидим вот эту великую награду от Аллаха, и обрадуемся именно вот этим постом. Также в хадисе Кудсе, где Аллах говорит, Каждое дело, которое человек делает, он делает ради себя, кроме поста, это для меня, я сам награжу его. Что имеется в виду? Первое, это сир, то есть, это единственное поклонение, куда не может зайти показуха рия. То есть, смотрите, если человек может молиться, например, его увидели, он красиво молится. Во время хаджи может среди людей показать и приехать, потом фотография, я хаджи, я на хаджи был. Закат может прилюдно давать, смотрите, какой щедрый апостол, не знает человек, не знает он, постится или нет. Даже если он, например, скажем, некоторый ученый говорит, он даже во время поста может у него проявиться рия, например, в каком случае, если он не постится, но люди уходят и говорят, что я пощусь. Второе, это все это, как понять хадиса, ученые говорят, что в каждом поклонении было зафиксировано ширп Мага Божий, кроме поста. Да, вау. Да, суханал. Например, люди молились, не Аллаха, идолу молились. Дуа просили у идолов. Хаджи делают таваф вокруг, как сейчас в Африке, вокруг могил, некоторые делают люди таваф или вокруг каких-то идолов. Садака давали не только ради Аллаха, а ради какого-то идола. А пост не зафиксировал на шейх Руслан в истории, вообще поклонениям в истории умам, то, что кто-то постился ради кого-то, но и ради Аллаха. Поэтому про Аллах говорит, и я сам его надержу. Поэтому, например, мы знаем, заодно благое деяние, оно увеличит до 10, в 700 раз больше, Аллах увеличит. А здесь имеется в виду, без границ кого-то уберет в чьей банке чек, нули, которые не заканчиваются. Как Аллах по священности, милости, Аллах и его самого Руслан. Я думаю, вот эти хадисы нас подбодрят, уважаемые братья и сестры, для того, чтобы стремиться, торопиться, поклоняться в этот месяц, не терять время на ненужное, не забивать времени нужным, заняться, отдаться полностью поклонениям Аллаху. То есть отойти от мирской суеты, чрезмерной, и полностью погрузиться, раствориться, инчаллах, в поклонениям. Духовно, душой, хотя бы, мы иногда забываем, почему иногда все мы часто забываем, ради чего Аллах нас отворил. Аллах в Коране на его махраб куль-джиннам, а инцикл-ля-ням. Аллах сетворил джиннам в людей для того, чтобы мне поклонялись. Человек настолько в этой мирской суете закрутился и забывает вообще, сухома, родственники ругаются, между собой и за копейки. Братья друг друга проклинают и за рубля, и за доллар, и так далее, хотя друг друга обмануть, и так далее, что-то сделать, какие-то... Забывая, сухома, родственники, чего нас Аллах, сухома, сотворил, Аллах, не сотворил для того, чтобы мы кушали. Аллах сотворил, дает нам кушать, чтобы мы жили, поклонялись Аллаху, сухома, 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 поэтому хотя бы, как мы говорим, хотя бы в этот месяц оставить мирские дела на второстепенном, то есть понять, вот вернуться в это месяц, для чего нас Аллах сотворил, для чего же нас Аллах сотворил, для того, чтобы вернуться к Аллаху, а это же испытание и так далее. Посмотреть этот маленький кусочек времени, чеха, сухома, сухома, это какой человек проживает 70 лет, 80 лет, 100 лет по отношению к судному дню, это будет казаться, как денег или часть дней. Дорогой Хазар, есть ли какой-нибудь дуа, такая вот мощная, концентрированная дуа, которая устраняет из сердца любое смятение, любое сомнение и позволяет человеку максимально просто погрузиться в поклонение и поклонение Мейстера? Есть такое дуа, шейхана, много дуа, но это уже проверено, я на себе тоже проверил, Аллахмад, шейх Салих Мухаммиси, наш близкий брат, друг, имам чейца Куба, к нему подошел один парень, ей сказал, шейх, я полюбил одну девочку, ее просватили, она вышла замуж, не могу забыть ее, намази дома о ней, то есть, если можно, там, куда бы я ни пошел, о ней думай, всегда она у меня в голове, в сердце, я даже не могу нормально на поклонение настроиться, как меня забыть ее? Это не только по отношению к любви, если человеку зашла дунья в сердце, не в руки, а в сердце прошла дунья, любовь к мирскому и так далее, как вот сделать так, чтобы на первом месте был Аллах, субхану та Аля, шейх ему дал насык и сказал, я на себя проверил, в каких-то имаме, мои братья, близкие и так далее, когда ты встаешь ночью на молитву, да, хочу, искренне, с убежденностью, всячно попроси Аллаха, три вещи, Аллахума малаа калби махббета лек, уаа икбален алейка, ухая альминка, Аллахума малаа калби махббета лек, О, Аллахума, полни мое сердце, любовью по отношению к тебе, если ты только Аллаха полюбишь, там уже не будет любовь по отношению к кому-то другому, когда твое сердце привязано к человеку, он уходит из этой жизни даже, если умрет или оставит тебя, то ты будешь тяжело тесно напряжать, но если ты привяжешь сердце ни с кем иным, как только с Аллахом, то тогда ты будешь Аллаху любить, и любые потери для тебя не будут казаться страшными, Аллахума малаа калби махббета лек, привяжи мое сердце, заполни мое сердце, любовью по отношению к тебе, то есть наше сердце подобно сосудам, он чем-то должен заполниться, или заполниться любовью по отношению к дуне, или к Аллаху, икбален алейк, стремлению к тебе, чтобы я к тебе всегда стремился, к приближению, истеснение к тебе, стыдливый стесня, то есть стыдиться, это когда человек хочет согрешить, боится Аллаху, но более в высшей степени стыдливости, когда он стесняется, то есть стесняется, например, скажем, аурат показать другим людям, или выйти там, скажем, перед родителем в каком-то положении, а тут стесняться Аллаху, вот эти три вещи, если мы искренне будем просить, и вы должны быть убеждены, ведь Пророк, саллаху алейксану, сказал, просите у Аллаха, будьте убеждены, то что Аллах ответит, Аллахумма малаккал бимахаббата лек, ва икбален алейк, ва хияан наеке. Я же. Пуся вовсе вышли. Воздаст вам, дорогой хазрак, дорогой шейх, за эти напоминания. Иншалла встретимся уже в следующий раз в месяце Рамадан, дорогие друзья, до скорых встреч. Успейте настроиться на глубокое поклонение этого месяца, шар Рамадан, в Унзеле фи-яль-ку-ан, в которой был миспослов, а до скорых встреч с Аллахом. Да.